Саша, какая ситуация сейчас под Дебальцево? Какие наши позиции теперь? Наше подразделение зашли на первой улице Дебальцево, укрепились там и ведут бои дальше, занимая следующие улицы. Сколько человек? Больше роты. Если будет через 30 часов перемирия, есть ли смысл вообще заходить в Дебальцево? Конечно, есть смысл. Нет смысла в перемирии, действительно. Почему? Это уже никому не поможет. Какое может быть перемирие? Мы уже один раз повелись на эту шутку о перемирии, и после этого полгода они окапывались, и теперь пацаны гибнут там из-за того, что было это перемирие. Дебальцево столько месяцев не могли взять, почему? А никто его не брал, не пытался. Было же перемирие. Нет, вот сейчас, последние полтора месяца. Ну, три недели идут с собой из-за Дебальцево, потому что укрепились. Им дали полгода для того, чтобы укрепиться. Там бетонные укрепления, там достаточно серьезные. Укрепились они и поэтому выбивать их достаточно сложно. Как удалось прорваться? С помощью артиллерии. Очень много артиллерии туда работал. Постоянные попытки, беспокоящий огонь. Ну, противник просто уже устал, видимо, от этого, за его невнимательность. Вот и воспользовались моментом и зашли. Твои прогнозы, как дальше украинская армия будет действовать? Побежит обратно на Артемус? Сложно сказать. Сложно сказать. В ВСУ, скорее всего, отойдет батальоны. Наверное, будут бодаться до последнего. Какая там сейчас обстановка в самом городе? Есть последняя информация? Пока, но ничего, кроме того, что наши закрепились на первых улицах. Саша, есть цифры? Сколько украинские войска погибли каждый день на тот момент? Ну, есть цифры, но не точные, что за почти месяц уже нашего наступления порядка 2000. Это в Дебальцево только в Дебальцево? Это в Дебальцево погибли украинские солдаты. Насколько они точные, никто сказать не может. Спасибо, Саша. Спасибо.